Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волонец. Чем же мы займемся в пятницу вечером? Обычно накануне выходных хочется отбросить все проблемы трудовой недели и подготовиться морально к субботе и воскресенью. А что делать, когда какие-то грустные, мрачные мысли не выходят из головы? Ведь все это может действительно омрачить ближайшие выходные. Как насчет пятницы с психологом? Тема, обещаю, будет интересной. Например, конфликты. Согласитесь, всегда актуально. Сегодня у нас в гостях психолог, руководитель благотворительного проекта «Психологическая школа Пилигрим» Людмила Тутынина. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. И медиатор Наталья Тарасова. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Мне кажется, в такой компании мы сейчас расставим все точки и в теме конфликта. Почему они, в принципе, появляются в нашей жизни и как их решать. Ну, согласитесь. Или, скажем так, вы согласны, что тема конфликтов сегодня очень актуальна и для наших семей, и для наших трудовых коллективов, и для нашего общества? Очень актуальна, как никогда. Эта тема актуальна особенно для горожан, для людей, которые проживают где-то очень тесно, на небольшом клочке земли. Вот я считаю так, что там, где три человека собираются, между ними... Больше трех, да? Да, больше трех уже должен быть или психолог, или вот как медиатор. Наталья, что вы добавите? Ну, я считаю, что конфликт – это неизбежность. И, как медиатор, понимаю, что в некоторых случаях это на пользу. Вопрос только в градусе этого конфликта и каким образом он будет разрешен. Для этого, собственно, вот медиаторы и работают, чтобы помогать разрешать конфликты цивилизованным путем. Ну, вот смотрите, ваша практика, ваши личные наблюдения, что показывают, как меняются сегодня, скажем, конфликты, их причины и пути их решения. Вот в последнее время, если взять, Людмила. Ну, скажем так, общество развивается. Я уже сегодня говорила о таком явлении, как урбанизация. То есть большая часть людей в Беларуси где проживает. Но я так предполагаю, что, наверное, в городах. Плотность населения становится больше. Общество состоит не из однородных людей, а эта мультикультурность представлена. Много разных людей с разной векторностью, с разной направленностью. В конце концов, разной национальности, разное вероисповедание, разные привычки. И вот это многообразие порождает иногда некие противоречия. Заметьте, я не говорю о таком противоречии, как богатые и бедные, хотя это тоже имеет место. Ну, вот смотрите, в любом случае, раньше различные споры зачастую решались очень просто. Крикнул, топнул, шлепнул. Сегодня у нас появляются целые институты. Институт психологии, институт медиации. Можно ли говорить о том, что вот такие посреднические формы – это что-то такое новое явление в нашем обществе сегодня? И какое оно имеет плюс и минус, на ваш взгляд? Ну, вообще, допустим, медиаторы глубоко изучают эту проблему, откуда пошла медиация все-таки. У нас принято говорить, что это когда-то в 70-е годы преподаватели и ученые Гарвардского университета разработали этот подход. На самом деле считается, что еще в Древней Руси существовали вот эти зачатки медиации, что ли, которые сейчас просто на вооружение медиаторы берут, изучают историю и перенимают. Как, например, вот сельский сход, когда был старейшина, который разрешал споры. И тогда вариантов не было у людей, потому что они жили вообще не сель, и некуда деваться было. Этот спор нужно было решить. И силовым методом решить зачастую невозможно, потому что насилие порождает ответное насилие и так далее. И надо было как-то остановить. И вот даже некоторые методики обучения медиации предполагают вот разыгрывание вот этого сельского схода. Старейшина, да, и разрешение какого-то вопроса, который возник. Поэтому тут сложно говорить. Но действительно у нас, наверное, общество, наверное, в той или иной форме постоянно использовало какие-то там такие способы посреднические разрешения конфликтов. Просто сейчас это оформилось в такую вот технологию медиации. Ну, вот четко назвали медиацией. И существует такая четкая технология, которая закреплена законом. Ну, я бы хотела все-таки вот еще продлить эту тему, скажем, эволюция конфликта. Простите, уважаемые телезрители, такие сложные, может быть, термины. Но на самом деле без этого никуда. Вот мы уже начали говорить о том, что вот урбанизация сегодня, вот сам конфликт, причины и возможности их решить каким-то образом эволюционирует сегодня. Но споры, как и конфликты, они встречаются очень часто. Ну, скажем так, постоянно в нашей жизни. Это и в общественном транспорте. Мы можем ехать и поконфликтовать. Мы придем домой, или точнее по работе у нас могут какие-то быть разногласия с начальством, с коллегами. Потом мы приходим домой, и в этом настроении, ну уж извините, начинается семейный конфликт, потому что мы где-то уже не могли сдержаться. И все-таки вот природа конфликта. Почему мы конфликтуем? Почему мы не сдерживаемся? Что нас заставляет обязательно выяснять эти отношения? Ну, очень часто мы используем конфликт как способ самоутвердиться, что не есть хорошо. Другому человеку это не нравится, и он начинает защищаться. Но вот мне очень понравилось то, что говорила Наташа, да, о том, что раньше мы конфликты разрешали общинно, да. То есть ведь, например, в поселке или в деревне, да, люди все друг друга знают. Там особо не разгуляешься в конфликте, да. Вот почему я стала говорить о том, что мы, живя в городе, да, в городе, где есть три человека, должен быть посредник, чтобы налаживать вот эти взаимоотношения, да. И вот на сегодняшний день, да, с чем мы сталкиваемся, то есть какая глубинная причина конфликтов? Да, в том, что мы имеем разную базовую, как бы, разные воспитания разные, да, разные точки зрения, да. И нам нужно, нам нужно воспитывать в себе некую толерантность, да, некое восприятие другой точки зрения. То есть мы не приемлем обычную другую точку зрения. И это есть очень, ну, скажем так, тревожный момент. Например, для нашей страны, которая вот сейчас переживает, именно неприятие, градус неприятия растет с каждым днем. Наталья, вот что вас может вывести из себя очень быстро, когда вы общаетесь с другим человеком? Ой, это зависит от состояния душевного. А, то есть еще и ваше состояние тоже может стать причиной, да, по большому счету? Да, мне кажется, это присуще любому человеку. Вопрос в том, когда, на каком моменте я пойму, что меня побудило вот так вот выйти из себя, и что я сделаю для того, чтобы вот эту ситуацию как-то исправить. Ну, это очень смешно. Как можно в моменты этого назревания какой-то ссоры задуматься о том, что ты в чем-то неправ? Кажется, что ты обязательно, обязательно глаголишь истину. Я к чему веду? Вот спор, да. Есть вот немножко перебила, да. Вот есть такая тоже расхожая фраза, тоже гуляет по интернету. Выкладывают, например, такой вопрос. Ты хочешь быть счастливым или хочешь быть правым, да? То есть разговор о чем? О том, что вот когда мы вот останавливаемся или, наоборот, мы продолжаем конфликт, нужно помнить, чего я хочу в самом конце, да? Потому что если, например, я спорю со своими близкими людьми, да, тебе завтра с ними жить. Если ты будешь победителем, да, вот в этом споре, то что завтра будет? Подождите, а что значит, чего я хочу в результате спора? Я хочу, чтобы приняли мою точку зрения обычно. То есть я хочу, чтобы я был победителем, я все-таки достиг своей цели, но... Неведомо какими путями, обидев кого-то, да. Неведомо какими путями, но рядом с тобой живет человек, и ты его, извините меня, притоптал, мягко сказать. Ты его где-то, может быть, даже унизил. Мало того, ты уже априори предполагаешь, что у него не может быть правильной точки зрения по какому-то вопросу. Продолжить! Например, мама своему мужу взрослому... Так, давай пример какой-то, да. Ну, мама, например, своему сыну-подростку говорит, да ты такой-сякой там, ты такой... Ну, если ребенок пришел домой поздно, но нужно помнить, он все равно остается с твоим сыном. И тебе ты утром-давтра проснешься, он все равно будет ходить по квартире. Это твой ребенок, не переходи эту грань, то есть находи своему негодованию, негодованию, своей агрессии приемлемые формы. Кстати, по поводу приемлемой формы могу сказать. Есть такая одна методика, называется коммуникативный пирожок. Так. Пирожок. Ну, пирожок, знаете, что такое, да, тесто-тесто, а внутри начинка. Так вот, как, например, своему ребенку сказать, что ты поздно приходишь, у тебя нет совести, там, мама не спит до трех часов. То есть, что можно сказать? Сначала мы говорим, констатирую факт. Например, сын, когда ты приходишь домой очень поздно, дальше говорите вот то, что вы хотите сказать в эмоции. Вы можете сказать, я чувствую и злость, и раздражение, и гнев. Ты знаешь, мне не нравится мое состояние, давай об этом поговорим. Так. То есть, я не говорю, что ты такой невоспитанный, что ты такой плохой. Я говорю о своих эмоциях, и чувствах, и переживаниях. И это очень важно. А у нас мы другого притаптываем и считаем, что завтра утром он проснется, он будет счастлив, и он поменяется, и он будет супер воспитанным ребенком. Ты всегда контролируешь себя во время таких сложных каких-то разговоров и отношений, когда это чревато конфликтом? Наташенька, 20 лет психологического стажа накладывает отпечаток. Я так же, как у Наташи говорила, мне иногда хочется сказать, но потом я точно знаю, какие будут последствия. Точно знаю, какие будут последствия. Например, в отношении близких. Я нахожу эту приемлемую форму. Но помните знаменитую макаринскую пощечину, за которую Макаренко, общаясь со своим воспитанником, ударил его по щеке. Потому что он больше не находил никаких способов, чтобы этого ребенка поставить на место. Это было на пользу этому ребенку. Современная система образования в нашей стране считается нужной. Это был Великий Макаренко, это было очень давно, и он работал, помните, с беспризорниками, с детками, которые имеют очень тяжелое наследие. Но разговор идет о том, что, конечно, вот эти способы хлопнуть, топнуть, помахать рукой, они остаются. К сожалению, они действенны, потому что есть тот, кто не понимает твоей интеллигентности, твоего интеллигентного посыла, что прекратите, например. Но этот человек может среагировать на что? На какое-то хамство в ответ, и он прекращает свое нападение. Слушай, но когда назревает конфликтная ситуация, как вести себя правильно? Вот я, например, не знаю, пробую разные варианты, но с разными людьми, мне кажется, по-разному все получается. Иногда сдержать себя очень сложно. Хочу расскажу одну причину. Да, хорошо, давайте. Молодая семейная пара пришла к мудрецу и говорит, ой, мы так ссоримся, особенно жена говорит, я прямо выхожу из себя, я могу говорить, кричать, ругаться, в общем, делать все, что не нужно делать, на холодный того. Мудрец ей говорит, я дам тебе сейчас розовый камень, да, этот камень предотвращает все конфликты. То ли, вот как только начнется сейчас конфликт, да, ну завтра, может быть, послезавтра, ты его положи под язык и молчи. Хорошо, камень будет работать. Он не даст тебе возможности. Камень будет работать. Камень будет работать. Хорошо, хорошо. Через неделю приходят и говорят, о, мудрец, какой хороший камень, может быть, ты вообще оставишь его навсегда. Ну, вообще, я хотела, знаешь, задать, может быть, тест какой-то существует, как понять, правильно ли ты себя ведешь в какой-то конфликтных ситуации. Ну, сейчас понимаю, что и тестов не надо, просто надо иметь такой волшебный камень. Да, волшебный камень. Розовый волшебный камень. Наталья, вот хочешь, я сейчас вот озвучу в эфир, да, что всегда будет, ну, скажем так, неуместно в общении с другими людьми. Вот эти вот кнопки, на что нельзя нажимать. Первое, на что нельзя, ну, скажем так, это те... Скажите, чтобы не довести ситуацию до конфликта. Да, чтобы не довести ситуацию до конфликта. Чего нельзя делать? Чего нельзя делать? Первое, нельзя критиковать национальность, да. Нельзя критиковать человека, в котором ты говоришь. Он, например, о, так ты вот... У нас сколько анекдотов есть про хохлов, москалей, бульдашей, про очукчи и так далее. Нельзя. Это всегда обидно и всегда будет иметь последствия. Нельзя критиковать расу. Америка сейчас бушует по поводу расового противоречия, да, вот есть негры. Ну, понятно, да. Дальше. Нельзя надсмехаться над гендером. А, ну вы же женщина у вас всегда. Подожди, это любимая тема. Это триггер. Дальше. Нельзя надсмехаться над тем, что мужчина перед тобой. Опять же, мы говорим о гендере. Да вы все мужики. Ну, понятно, да, что мы дальше говорим. Это всегда будет иметь последствия. Еще что нельзя критиковать? Нельзя критиковать в женщине маму. Ну, например, ну ты такая мамка, конечно, кормишь ребенка там. Ребята, вам прилетит. Вам прилетит бумеранг за это. Дальше. Нельзя в отце критиковать вот эту отцовскую часть. Например, ну какой ты папка? Это тоже прилетит. Так я хочу спросить, а о чем тогда можно говорить? В принципе, это же любимая тема, которую мы обсуждаем чуть ли не каждый день друг с другом. Смотрите, я вам приведу пример. Этот пример, он из жизни, да. Наше предприятие, ну, одно из предприятий, да, отдел. И женщины между собой делятся впечатлениями по поводу вчерашнего дня. И одна женщина рассказывает про своего сына, да. Да он такой, у меня болтус, уже пиво стал пить, покуривать стал. Я не знаю, что с ним делать. Он вошел в подростковый возраст. Ну, женщины покивали головой, как бы, ну да, да, да. На следующий день одна из сотрудниц приходит и говорит, слушай, я вчера слушала тебя и не верила, что у тебя вот с сыном такие проблемы. А я сегодня видела твоего болтуса. Сидит на лавочке, действительно, пьет пиво и курит. Как же вот такое произошло? Все, между ними конфликт. Одно дело, да, когда ты говоришь об этом са. Одно дело, когда ты, как бы, головой киваешь, да, 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 я слышу тебя, я услышала тебя. Но когда ты говоришь, твой ребенок плохой, ты плохая мамка, ребят, этот конфликт невозможно потушить. Спасибо, Людмила. Вообще бесконфликтное общение напрямую связано с искусством крыцноречия. И чтобы избежать конфликта, нужно придерживаться основных принципов ораторского искусства. Так считает руководитель ораторского клуба Татьяна Остапенко. Татьяна сейчас у нас на связи. Вот, и давайте попробуем с ней разобраться, как же правильно вести разговор. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Рада слышать вас в эфире. Скажите, пожалуйста, как же во время разговора не довести ситуацию до конфликта? Вот дайте нам, пожалуйста, конкретные рекомендации. Вот я подготовила для вас небольшой такой чек-лист, на мой взгляд, который может пригодиться. Значит, первое правило любого диалога – уважай собеседника. Поэтому не стоит во время разговора или беседы отвлекаться на телефон или заниматься другими делами. В этой ситуации происходит непоправимое. Мы теряем зрительный контакт, а он действительно важен. Иначе мы рискуем вызвать у собеседника раздражение и таким образом сами спровоцируем конфликт. Второй момент, который касается активного слушания. Потому что, как ни прискорбно, большинство людей слушают для того, чтобы ответить, а не для того, чтобы понять. Навык активного слушания очень важен при разговоре. И если во время беседы с человеком мы научимся не только слушать, но и слышать его, понимая и анализируя то, что он говорит, избежать конфликтных ситуаций станет проще. Также стоит в разговоре избегать обидных преувеличений и обобщения. Мы это очень любим делать. Если мы констатируем какой-то факт или что-то говорим, мы обычно говорим там «все так делают» или «никто так не делает». Всегда, никогда, везде, нигде. Эти слова действительно очень раздражаются у собеседника, а их стоит избегать. Также никогда не нужно задевать то, что человеку действительно дорого. То есть его ценности, круг общения, интересы и тому подобное. Потому что это никак не поспособствует эффективному вообще разговору и может завести беседу в тупик. Еще один совет. Совет, который стар как мир. Не давайте советов, если их не просят. Вы мне попросили, я вам дала совет. Но вообще, если совет не просят, об этом говорят все, давать их не стоит. Потому что кроме раздражения ничего это вызвать у собеседника не может. Ну, такой элементарный совет, не перебивать собеседника. Это опять-таки такой фактор, который может спровоцировать ситуацию и нарушить вход беседы. И улыбаться. Как показывает практика, улыбкой можно решить любую проблему. Если одну и ту же фразу, одно и то же требование или вообще одни и те же слова сказать с улыбкой и без, эффект будет разный, который мы произведем на собеседника. Поэтому улыбаться и решать проблемы и конфликты с улыбкой. Слушайте, какие замечательные рекомендации. Такие простые, но поверьте, даже я сейчас поняла, что я очень редко им следую. Татьяна, скажите, вы, наверное, один из тех редких людей, который знает теоретически, как не довести до конфликта. В вашей личной жизни, скажите так, получается, скажем, или в общественной жизни, получается следовать этим всем рекомендациям? Я стараюсь. Вот это, наверное, самый верный будет ответ. Я стараюсь. Иногда не получается. Но я четко понимаю, что в этот момент сделала неправильно я. То есть вот этот момент оценки, когда ты думаешь, вот собеседник сделал так или сказал вот так. Я понимаю, что он сделал так, но я могла бы среагировать по-другому. Вот поэтому здесь я понимаю свои слабые стороны и стараюсь над ними работать, подтягивать их. Например, из тех советов, что я вам дала по предыдущему вопросу, наверное, самой большой проблемой для меня, учитывая, что я болтушка и очень люблю разговаривать, является всегда вставлять свои пять копеек. Вот когда человек говорит, я действительно очень часто уже думаю о том, что я могу по этому вопросу сказать. Вот что бы я ответила? И получается, что некоторые моменты из того, что человек говорит в этот момент, я теряю. То есть вот активного слушания мне иногда не хватает, но я над этим активно работаю. Ой, слушайте, и я буду активно над этим работать. Вот вы признались, и я признаюсь, мне тоже иногда этого не хватает. Но не могу не спросить. Вот смотрите, ситуация доходит до какого-то предела, накаляется. И вот чувствуем мы, что вот он, конфликт назревает. Вот как остановиться? Как его разрешить? Вот ваши рекомендации. Что делать? Ну, во-первых, нужно дать обязательно, дать своему собеседнику высказаться до конца. Ну, пусть он спустит пар в конце концов, если уж на то пошло. Не перебивайте его, выслушайте, и только после этого высказывайтесь сами. Еще один важный момент, я называю это долой эмоции, потому что в сути причина любого конфликта – это всего лишь противоречие интересов. Ну, вот когда люди хотят чего-то разного и не совпадают. Есть одна такая древняя истина – для хлопка нужны две ладони. Поэтому если в разговоре одна сторона пытается спровоцировать конфликт, а вторая ведет себя корректно, то скандала не получится. Поэтому это такой вот важный момент, о котором нужно помнить. И даже если вы на 100% не согласны с собеседником, очень важно показать интерес к тому, что он говорит. Не делать, вот знаете, такой покер-фейс, когда ты сидишь и уже всем своим видом показываешь, что ну ты не прав, человек, ты не прав. А постараться проявить интерес к тому, что он говорит и постараться для себя разобраться в его эмоциях и в его логике. Это действительно помогает, это работает. Ну и, конечно, компромисс никто не отменял, поэтому очень важно предложить своему оппоненту, собеседнику вместе найти пути решения конфликтной ситуации. Как показывает жизнь, ну нет безвыходных ситуаций, и всегда можно найти какое-то альтернативное решение, которое более-менее устроит обоих. Также, конечно, не стоит говорить прямо в лицо собеседнику, что он не прав. Люди очень этого не любят, поэтому мы стараемся это избегать. Особенно этим грешат мужчины. То есть в разговоре с мужчинами никогда, это нужно запомнить, никогда не нужно говорить ему в лоб, что он не прав. Ну это прям вот вообще такой табу, особенно женщинам. Потому что женщины, они, как правило, более, так сказать, что ли, хорошие дипломаты. Да, хорошие дипломаты. Ну вот и еще такой важный момент, это будет последний, наверное, такой мой совет. Нельзя допускать перехода на личности и оскорблений. Даже если ваш собеседник проявляет яркое неуважение к вам, до тех пор, пока вы сами ведете себя корректно и уважительно по отношению к нему, есть неплохие шансы на то, что ваш конфликт удастся эффективно решить. Ну и еще важно помнить, что если ваш собеседник переходит на личности и начинает вас оскорблять, это означает одну простую истину. У него просто закончились аргументы. Поэтому в этом конфликте у вас перевес. Продолжайте очень корректно, вежливо дожимать, так сказать, собеседника, и все получится. Слушайте, ну как же все просто на самом деле. Казалось бы, просто надо знать, владеть подобной информацией. Ну, я так понимаю, ораторский клуб, ораторские курсы, которые вы ведете, в принципе, могут научить этому. Кстати, ближайшее ваше, скажем так, заседание ораторского клуба на какую тему, когда и где, и как можно присоединиться? Ну, наша встреча проходит ежемесячно, каждое первое воскресенье месяца в 6 часов. И каждый раз мы за две недели объявляем тему. Вот ближайшая встреча у нас пройдет 6 сентября в 18.00. И говорить мы будем на очень интересную тему, называется она «Культ тела». В прошлый раз мы говорили о питании, мы то, что мы едим. А в этот раз мы поговорим о том, как мы относимся к своей внешности, к своему телу. Здесь мы будем затрагивать такие сложные моменты, как бодипозитив, дизморфофобия, фитнес-зависимость и все прочее. У нас будут очень крутые эксперты, выступления ораторов, ну и, естественно, ситуации, когда нужно будет отвечать на неудобные вопросы, сглаживать конфликтные ситуации между беседующими людьми. Поэтому вот мы на ораторском клубе и на курсах, вся наша работа направлена на то, чтобы на практике отработать ту теорию, которую мы получаем. То есть как бы понимать – понимаю, применять – не умею. А вот здесь мы учимся это все применять. Татьяна, спасибо вам огромное. Татьяна Остапенко, руководитель ораторского клуба в нашем городе, который существует, вот только что поделилась, на мой взгляд, бесценными советами, как действительно не довести ситуацию до конфликта. Итак, дорогие друзья, на «Беларусь-4» у нас сегодня не просто добрый вечер, Гомель, у нас сегодня, скажем так, пятница с психологами, да. Сегодня мы учимся не конфликтовать. У нас в гостях психолог Людмила Тутынина и медиатор Наталья Тарасова. Ну, мы уже не раз в нашей программе рассказывали о медиации. Давайте вот еще раз напомним, что же это такое и кто такие медиаторы сегодня. Исторический курс мы уже прошли в начале программы. Да, Наталья, расскажите. Ну, медиация – это переговоры между спорящими или конфликтующими сторонами с участием независимого посредника. То есть медиатора. Да. И цель таких переговоров, чтобы стороны достигли такого решения, которое устроит их обоих или обе стороны. Вот, то есть, если говорить о стратегии поведения в конфликте, то это стратегия сотрудничества, да. Выигрыш-выигрыш должен получиться. Татьяна сейчас говорила о компромиссе. Компромисс – это когда мы что-то получаем и что-то проигрываем. То есть это выигрыш-проигрыш одновременно. А сотрудничество – это когда выигрыш-выигрыш, результат. На первый взгляд, кажется, этого невозможно достичь. На самом деле, вполне это реально. Почему? Потому что задача медиатора как раз-таки выйти на интересы сторон. Ведь конфликт – это противодействие по поводу интересов не только существующих, но и предполагаемых. То есть стороны предполагают, что у них есть такой-то интерес. А на самом деле речь идет о их позициях. А интересы где-то в глубине, они могут совершенно не соответствовать позиции заявляемой. Например, если говорить о споре судебном, то позиция стороны – вот то, что человек написал в исковом заявлении. Прошу взыскать такую-то денежную сумму. А что стоит за вот этим требованием? Какой у него интерес? Почему? Причина какова? В связи с чем такое требование заявленного? Это на поверхности его не видно. Слушай, ну вам же как медиаторам приходится покопаться очень сильно. Приходится, да. Вот какие ситуации чаще всего рассматриваете? И почему все-таки, и как, с помощью чего медиатор позволяет не доводить ситуацию до суда? Как вам это удается? Ну, как раз-таки основной задачей медиатора – помочь сторонам осознать их действительные интересы. И зачастую так получается, что стороны сами понимают, что их интерес не в том, вот что они задекларировали, когда пришли, вот я хочу то-то. А на самом деле интерес совершенно в другом. Ну, очень такой классический пример, как вот показывают специалисты, как наглядно, как работает медиация. Это когда супруги там собираются куда-то поехать, у них одна машина на двоих. И вот, допустим, супруга выскакивает из дому, а за рулем уже супруг сидит. Она говорит, да подожди, ты же мне обещал на сегодня машину, мне нужна там, она очень нужна. Он говорит, нет, извини, дорогая, я все понимаю, но мне она нужнее сегодня, и все. И вот они спорят. Она говорит, мне нужна машина, а он говорит, мне нужна машина. Вот это их позиции, и кажется, это их интерес. Интерес получить машину. На самом деле, вот вступает медиатор, показывает, да, вот спрашивает, а зачем вам машина? Она говорит, мне нужно добраться там туда-то на такую-то улицу, у меня там встреча деловая. Супруг слышит и говорит, слушай, так я же еду на соседнюю, давай я тебя подвяжу. То есть получается, что, казалось бы, им нужна машина каждому, и спор не разрешим. Но только вот компромисс это поделить ее пополам. Вот это компромисс. А сотрудничество, выяснить, в чем же действительно интерес. А действительно интерес не машину получить, а добраться в какую-то точку. Чтобы удобнее было, да. Вот такая простая ситуация, которая показывает, как работает медиация. Очень просто, только что рассказали. Вот, наверное, когда делят детей, да, обе стороны говорят, я желаю своему ребенку счастья, да. Но что они делают, да, они приносят как раз массу неудобств этому ребенку, правда, когда мы делим этого, когда они делят этого ребенка. Да, но там они-то действительно, может, желают счастья, только ими движут другие силы. Они хотят вред друг другу причинить, поскольку разводы это больно, это конфликт. Что чаще всего бывает, да, во время развода. Тут немножко, да, немножко другая ситуация. А вот, когда мы выяснили, в чем же все-таки интерес реальный, и стороны это поняли, то есть стороны сами это понимают. И все, а нету темы для конфликта. Вот это и есть сотрудничество. Каждый получил выигрыш. Они по итогу добрались туда, куда хотели. Получается, что медиатор, как посредник, может решить любую конфликтную ситуацию? Нет. Ну, тут вот... Остановить конфликт? Такую конфликтную ситуацию. Безусловно, нет. Медиация не панацея. Медиация – это вот инструмент, который помогает договориться. Но это добровольная процедура. Стороны должны сами захотеть. А как на практике работают вот такие подобные службы примирения сегодня? Как это происходит вообще? Ну, вот на сегодняшний день наиболее востребованная медиация в семейных спорах. У нас с 1 июля действуют уже изменения в процессуальное законодательство и в закон о медиации. Вот по этим изменениям при подаче заявления о разводе, либо супруги в ЗАГС обращаются, если детей нет и нет имущественных споров, либо в суд, если и то, и другое присутствует, то им соответствующее должностное лицо разъясняет, что у них есть возможность воспользоваться информационной встречей с медиатором. Эта встреча бесплатная. Необязательная. Необязательная. Конечно же, заставить нельзя. Но это шанс попробовать решить свою спорную ситуацию вне суда. Часто соглашаются? Вот это действует с 1 июля. И я могу сказать, что мы, соответственно, проводили информационную работу с судами. Я так понимаю, что во всех районных судах на сегодняшний день висит эта информация. И гражданам, которые обращаются, раздаются памятки с соответствующей информацией. И обращения идут, да, и они по нарастающей. Ну, понятно, сейчас какая-то вот ситуация такая, наверное, неопределенности, которая возникла в обществе, она немножко отвлекла всех от таких насущных проблем. Но все равно отношения как-то нужны, возникающие споры семейные решать. Вот смотри, Наталья, вот супруги решили развестись. Они там подали заявление какое-то, и им рекомендовали обратиться на этом пути к медиатору. Обратились к медиатору супруги. Как долго это все происходит, и как вообще? Они приходят к вам на какие-то встречи, вы общаетесь по видео каким-то конференциям, вы даете им книжки читать, проводите тесты, играете. Что вы делаете? Что такое медиация? Ну, я уже говорила, медиация и переговоры, соответственно, люди должны прийти, должно быть их согласие на то, чтобы участвовать в медиации. Медиация проводится в виде совместной встречи, как правило, но если градус очень большой, вот такой напряженности, и супруги уже не могут, я говорю о семейных пока, да? Точка невозврата пройдена, да? Тяжело очень общаться, если речь идет о каких-то там случаях насилия, допустим, ну, это особый разговор, конечно, в некоторых странах не рассматриваются такие споры в медиации, но у нас, ну, как выяснилось, постоянно присутствуют, и причем супруги по-разному понимают эту тему насилия, поэтому не работать с этим, наверное, у нас невозможно. Одна из основных причин, да. Да, и если супруги им встречаться по какой-то причине тяжело, то мы можем проводить встречи по отдельности, такие индивидуальные встречи с каждой стороны, с каждой стороной, и вот в ходе этих встреч, либо совместных, либо индивидуальных, медиатор выясняет видение ситуации у каждой стороны, и вырабатываются вопросы для обсуждения, ну, и стороны работают над этими вопросами с помощью медиатора. Ну, конечно, наиболее распространенная ситуация, когда стороны вместе переговоры ведут, это быстрее, конечно, проще, когда сразу реакция видна, а так тяжело, когда индивидуально общаешься с каждой из сторон. Ну, если говорить о совместных встречах, то как выглядит работа медиатора? Вот сначала медиатор рассказал, что такое медиация, правила установил, медиатор организует и руководит переговорами, принимают решения сами стороны. Это вот сразу отличие от судебного решения. Когда приходят в суд супруги делить имущество, например, понятно, суд поделит пополам, он не будет разбираться, кому какой объект, допустим, недвижимости, если об этом спор, да? Или детей. Есть на практике случаи, когда детей либо там с мамой оставили всех, либо поделили между родителями. Вот тоже ситуация, да? Судебное решение. И вот они с этим живут. И порой не согласны. Конечно, и судятся, да, и дети, естественно, не могут на себе, не чувствуют последствия вот этих судебных разбирательств. Ну, и понятно, что судом же не заканчивается дело. Вот они вышли из суда, и им надо с этим решением все равно общие дети как-то взаимодействовать. Поделили объект недвижимости пополам. Вот. И что? Ну, вот как они разошлись разве? А как дальше, да? Ну, дальше все равно же их взаимодействие не прекратилось. А оно, это взаимодействие на конфликте. Вы это все, наверное, рассказываете, да? К чему могут привести вот подобные судебные решения? Вы, наверное, во время медиации уже рассказываете своим клиентам, чтобы принимали они какие-то решения. Да, в качестве аргумента для медиации. И вот когда мы ведем разъяснительную работу, потому что это страна, как-то люди, для них это не очевидно. Они думают, получили судебное решение. И все, да. Как долго занимает этот процесс примирения подобного? И всегда ли вообще примирение происходит во время такой медиации? Ну, не всегда, конечно же. Многое зависит от того, с какой целью стороны пришли. Потому что вот бывает, люди приходят в медиацию. Вот у нас сейчас такой спор, допустим, недавно был. Мы в комедиации с коллегой были. Когда один из супругов, он просто делит имущество, а другой супруг, ну, это характерный спор, нужно сказать. А другой супруг, у него обида, он не может пережить развод, он еще не отпустил ситуацию. Да, да. И вот в такой ситуации возникает вопрос, он может дальше продолжать договариваться или его договоренности направлены на то, чтобы причинить вред другой стороне. Если во вред, то тогда мы объясняем, что медиация не про это. Медиация – это когда они хотят договориться, но в силу разности видений не могут. И тогда вот медиатор включает свои инструменты, он спрашивает, а что будет, если вы не договоритесь? Какой самый худший вариант, какой самый лучший? Выясняет действительно интересы, вот что на самом деле нужно. Вот я хочу понять, а чем медиатор отличается от психолога? А вот я сейчас эту тонкую грань расскажу, безусловно. То есть грань очень тонкая, я так понимаю, в любом случае, да? Конечно же, навыки практической психологии медиаторам преподают, когда они обучаются, они проходят обучение специальное. Но, естественно, медиатор, у нас нет такого требования, чтобы медиатор был обязательно психологом. Различие в том, что медиация нацелена на то, чтобы разрешить вот эту ситуацию возникшую, конкретную ситуацию, по ней конкретное решение. Локальная такая задача. Да, да, да. В ходе разрешения используются, естественно, вот какие-то психологические инструменты для того, чтобы стороны учились взаимодействовать между собой. Нейтрализуются вот эти негативные высказывания, допустим, в адрес друг друга. Медиатор помогает услышать друг друга, потому что когда вот это же враг сидит, и все, что он делает, это все во вред. А когда я начинаю понимать или благодаря медиатору становлюсь на его сторону, я начинаю понимать, что это не во вред, а просто он вот так вот видит ситуацию. Когда я начинаю понимать, что это просто другой точка зрения, вот это когда мы говорим о терпимости, да. То есть я должна, медиатор показывает, что медиатор лицо нейтральное, то есть принимаю точку зрения вашу, принимаю вашу. Соответственно, если вот такое поведение транслируется от медиатора, медиатор говорит, ну, я тогда жду и от вас такого же. Раз вы имеете право на свою точку зрения, то и другая сторона имеет право на свою точку зрения. И, ну, и другие, вот те же самые техники, как силослушание. Вот мне интересно мнение каждого из вас. В каких случаях вы посоветуете обращаться к психологу, в каких к медиатору, а в каких вообще идти в суд сразу? Ну вот, например, конкретный вопрос. К медиатору пришли стороны делить имущество. Вот, как я говорила, пример, когда супруг, он еще, вот у него это обида, он не понимает и не принимает, несмотря на то, что сторона другая неоднократно объясняла супругу, почему она это сделала. Он, ну, он не может этого принять вообще никак. Соответственно, его вот этот раздел, он направлен на то, чтобы наказать ее. Она предательница, ее надо наказать. Понятно, какие договоренности здесь возможны, вот на условиях сотрудничества? Никаких. И если медиатор это видит, то есть возникает, то есть мы проговариваем эти эмоции, которые, да, вот вы злитесь, да, можно сказать, вот эту эмоцию обозначить. Но приблизительно тоже делает и психолог в такой ситуации. Немножко в другом ракурсе, я сейчас объясню. Вот мы проговорили, человек признал, что да, есть это. Вопрос, мешает это вам договариваться или нет? Если мешает, тогда к психологу работать над собой. Работать над собой, понятно. Если нет, тогда в медиации мы решаем конкретный вопрос. Просто медиация для того, чтобы человек осознал, каким образом для него будет лучше решить. Ведь этот вопрос все равно нужно решить. Ну, а если не готовы решать, тогда в суд. Тогда, если не готовы, тогда в суд, конечно. Наташа, вот смотри, по поводу развития общества. Мы говорили, как развиваются конфликты там. А сейчас вот обратную сторону мы увидели, да. То есть мы, да, вот с Натальей, мы люди, помогающие профессии, да. И общество настолько уже цивилизовано, в частности, наше белорусское общество, да. Что даже мы сидим и думаем, куда лучше человеку обратиться, да, чтобы ему облегчить свою жизнь и участь. Представляете, какого мы достигли уровня развития. Уровня развития, да. Даже мы думаем, куда, или к медиатору, или к психологу. Но еще одна идея вот прямо сейчас возникла. Мы слушали Остапенко, Татьяну, да. Мы вот сейчас Наталью слушали, меня слушали, да. Давайте сядем на троих, что называется, включим мозги и сделаем хорошую программу конфликтологии для студентов, для школьников. И запустим ее. И было бы очень даже здорово. Конфликтология в действии, кстати, европейские страны имеют такие программы. Особенно там, где общество мультикультурное, да, то есть там много национальности, много религиозных всевозможных направлений и течений. И обучение идет с самого детства, как быть толерантным, да, как не включаться в конфликты по причине того, что другой человек имеет другую точку зрения. Это тоже повышает уровень культуры. Это будет тоже вот вклад в общество. Хорошая идея. Спасибо, Людмила. Дорогие друзья, вот как жить дружно? Приблизительно так звучит тема сегодняшней программы, если так ее немножко переделать. На самом деле, сегодня на Беларуси 4 в программе «Добрый вечер». У нас пятница с психологом. У нас в гостях психолог Людмила Тутынина и медиатор Наталья Тарасова. Сегодня мы учимся не конфликтовать. Мы уже определились сегодня, да, в ходе нашего разговора, что одна из самых ярких тем, которые приходится сегодня чаще всего решать, помогать решать и психологу, и медиатору, это семейная конфликтология, да, скажем так, семейные конфликты. Ну, вот у меня, кстати, есть такая информация, ну, всем известная информация, что во многих странах, в том числе и в Беларуси, более 50% заканчиваются разводом. Но вот по мнению социологов, семейные конфликты по причине завышенных требований к партнеру – одна из самых распространенных причин в современном обществе. Я имею в виду причины развода в современном обществе. Вот почему? Почему? Что же так изменилось у нас сегодня, что мы постоянно чего-то требуем друг от друга, и в результате, если этого не получаем, то быстро идем разводиться? Наташа, вот исследуя молодежь и ценности молодежи, да, вот на сегодняшний день я с какой интересной информацией столкнулась, да, что у людей поменялись ценности. Ну, в частности, молодые пары, которые хотели бы вступить в брак, да, очень много кто из них вступает в брак из состояния дефицита. У меня чего-то нет, я хочу за счет другого это восполнить. Ну, например, у меня вот нет денег, я ищу партнера, которые бы… Ну, что так было? Приданное всегда искали получше и не давали, да. И тем не менее, сейчас, сейчас, то есть ты уже должен мне, да, и невеста говорит, если у тебя есть вот такие пункты, ты завидный жених, если этих пунктов нет, извини, ты не мой жених. Или ты из состояния изобилия, я хочу делиться с другим человеком, я хочу дарить ему что? Дарить любовь, счастье, радость, мы будем вместе развиваться и так далее. Вот такие браки, они долгосрочные, долгоиграющие, долгие браки. А когда ты из состояния дефицита, сегодня человек был богатый, а завтра он обеднел, все, брак разваливается. Слушай, ну вот я часто слышу за стенкой, как ссорятся супруги, причем довольно молодые у нас, и, ну, я не слышу, о чем они говорят, но слышу, как они это делают, и грустно как-то так это все. Кто чаще вообще ссорится? Пары с опытом, которые уже пожили или молодые? Нет, чаще всего ссорятся те, кто притирается друг к другу, ну, такие активные споры, ссоры, там очень много эмоций. Ты не оправдал моих надежд. То есть, а потом с годами, особенно когда детки появляются, вот эти противоречия, они как-то сглаживаются, сглаживаются, переходят в другую фазу. Это не значит, что они не перестали спорить, да? Ведь ты же сама прекрасно понимаешь, что причины, как и ссоры, бывают очень разные. Конечно, конечно. Но в любом случае последствия, мне кажется, практически всегда одинаковые. Ну, мы говорим об активных, об активных конфликтах. Вот что должно стать сигналом для супругов, что они уже переходят к какой-то черту, и вот-вот до развода недалеко, а то еще до чего-то хуже. Вот какие-то должны быть, я не знаю, слова, которые мы употребляем во время ссоры семейной, действия наши, может быть, хлопнуть дверью, опасно ли это, например. Вот останови, вот останови сейчас какую-нибудь ссору, которая происходит где-то там, вот по ту сторону экрана. Наташа, у нас у психологов, да, есть один признак, по которому мы ориентируемся, можно ли спасти семейную пару, то есть перешли они вот эту грань или нет. Если они говорят, у нас такие конфликты, мы так ссоримся, мы так спорим, да, все, эту пару можно спасти. Это то, что вот мы говорили сегодня с Натальей, усаживать их за стол переговоров, потому что у них есть заинтересованность в другом человеке, скорее всего, да, что они очень активно, эмоционально что-то доказывают и чего-то хотят. Но есть тревожный сигнал, когда я не берусь за эту пару, это когда люди перестали общаться, что мы уже не конфликтуем, мы молчим, то есть появилось равнодушие, то есть уже нет ни эмоций, ни каких-то сцепок других, практически они уже расстались, они просто живут под одной крышей. Вот, когда есть конфликт, это инструмент для коммуникации, но такой неконструктивный, скажем так, элемент коммуникации, его нужно перевести в конструктивное русло, то есть научиться их общаться и достигать цели каким-то другим способом. Если это не получается, то можно прийти к семейному психологу на консультацию, да? Однозначно, и к медиатору можно. Или к медиатору, например, да, дорогие друзья. На вопрос, да, конечно. Возможно. Ну, скажите, на ваш взгляд, что или, может быть, кто способен помочь нашим семьям жить дружно? Вот, кроме того, чтобы прийти к психологу, кроме того, чтобы прийти к медиатору, мамы, бабушки, я не знаю, пропаганда семейных ценностей, что? Все, что ты назвала, это все может помочь нашим семьям. Я, например, вот очень хорошо помню мою бабушку, которая всегда говорила моей маме, а моя мама уже мне говорит. Бабушка моя говорила так, Любонька, это моя мама, Любонька, промолчишь-то, как в саду просидишь. То есть не надо, помолчи. И мама мне точно так же говорит. То есть родовая вот эта поддержка, но, к сожалению, в жизни мы часто встречаемся с чем? В общем, идет какой-то конфликт и подключаются родители. Все. Считайте, что конфликт перешел в другую плоскость и его потушить невозможно. Начался второй конфликт, который потушить невозможно. Ну, а вот юристы считают, что есть еще один прекрасный способ избежать семейных конфликтов. Это брачный договор. У нас на связи нотарию Светлана Шиханцова, заместитель председателя Гомельской областной нотариальной палаты. Светлана Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть и слышать. Расскажите нам, пожалуйста, про брачный договор. Вот в чем плюсы подобного соглашения? Ну, конечно, безусловно, плюсы брачного договора, они очевидны. Брачный договор, на мой взгляд, в первую очередь повышает ответственность между супругами. Повышает ответственность друг перед другом. Если мы говорим о тех супругах, вот на мой взгляд, в общем-то, все договора, которые мы удостоверяем, можно так условно разделить на два таких вида, то есть по категории тех супругов, которые к нам приходят. С одной стороны, это супруги, которые вот только заключили брак, и они заключают брачный договор, в котором определяют какие-то свои, ну, конечно, в основном имущественные правоотношения, так сказать, на будущее, с целью предотвратить, минимизировать риск каких-то возможных конфликтов, да, то есть они уже это понимают сейчас, вот. А даже если говорить, а вторая вот категория, да, о которой следует говорить супругов, это те, которые, к сожалению, приходят заключать брачный договор перед уже расторжением брака. Но, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого, супруги договорились, они нашли какой-то компромисс, они решили, ну, в первую очередь, опять-таки, имущество разделить, либо урегулировать какие-то вопросы в отношении совместных детей, и это тоже хорошо. То есть, на мой взгляд, одним из основных таких моментов – это вот понимание этой ответственности. Часто ли у нас, вот в нашем регионе, сегодня супруги приходят заключать подобную сделку, заключить брачный договор? Ну, здесь, на самом деле, надо провести, все-таки, наверное, сравнительный анализ, потому что, если сопоставить вот статистически количество брачных договоров, например, сравнить с тем же самыми сделками по отчуждению недвижимости, то, конечно, брачных договоров меньше, существенно меньше. Но если их сравнивать между собой, то есть вот взять, например, последние даже 6 лет, начиная с 2014 года, то количество брачных договоров на сегодняшний день по сравнению с 2014 годом увеличился практически в два раза. Да, то есть я уже не говорю, начиная с 1999 года, когда, в принципе, этот институт был введен, когда их единицы были. Конечно, этот интерес к этим сделкам растет, их становится больше. Что можно и чего нельзя указать в подобном соглашении? Потому что вот мы даже накануне программы стали спорить с коллегами, да, можно ли там домашних животных, их содержание каким-то образом описать, или это только имущественные сделки? Что можно, что нельзя? Ну, в отношении того, что может быть указано в брачном договоре, наше законодательство этот момент регулирует. Конечно, в первую очередь это имущественные вопросы, как в отношении того имущества, которое уже имеется у супругов, либо в отношении того, которое они приобретут в будущем. Это порядок раздела имущества на случай расторжения брака. Это могут быть вопросы воспитания детей, взаимоотношения родителей с детьми. Это могут быть какие-то иные моменты. Главное, чтобы эти вопросы, вот моменты все, да, не противоречили законодательству. То есть такого перечня, списка вопросов, которые не могут быть включены в брачный договор, четкого регламентации такой нет. То есть оценивая вопрос и консультируя граждан, можно, например, вот такой момент включить или нельзя, мы исходим из того, что это в первую очередь не противоречит требованиям законодательства и не нарушает права интереса третьих лиц. Санка, ну вот в вашей практике, ну скажем так, самый необычный брачный договор или может быть какой-то пункт самый необычный, может быть нелогичный для всех нас. Вот вспомните что-нибудь. Вы знаете что, честно говоря, чего-то такого интересного, такого необычного, как, ну не знаю, что привести в пример, как, например, супруги договорились о том, кто из них будет утром, а кто вечером выгуливать своего питомца. Да, такого нет, у нас не встречается. Такого не бывает. Хорошо. На самом деле все достаточно практично, прагматично. Как правило, это вопросы имущественного характера, но иногда вопросы воспитания детей. И в двух словах, пожалуйста, как оформить подобную сделку жителям нашего региона? Как заключить, да, брачный договор? Брачный договор, значит, это нотариально удостоверяемый договор. Его можно удостоверить у любого нотариуса в Республике Беларусь. Следует предъявить паспорта, документы, подтверждающие регистрацию брака. Это если договор заключается с супругами. Также договор может быть заключен и лицами, вступающими в брак. В этом случае он вступит в силу с момента регистрации заключения брака. Если стороны хотят решить имущественные вопросы в отношении недвижимости, например, которая уже приобретена, предоставляются документы на это имущество. Ну, какие конкретно, конечно, нотариус все подскажет, разъяснит, как их можно истребовать и получить. Вступает в силу брачный договор с момента его заключения нотариального удостоверения. Если же мы говорим о недвижимости, то с момента государственной регистрации в агентстве по регистрации недвижимого имущества. Спасибо большое. Санька, благодарим вас. Благодарим вас за эту информацию. Всегда рада вас видеть и слышать. Нотариус Светлана Шаханцова, заместитель представителя Гомельской областной нотариальной палаты, только что проконсультировала нас насчет брачного договора. А что скажет об этом медиатор, психолог? Действительно ли такое соглашение поможет укрепить брачные отношения? Наташа, в свое время я была руководителем психологического центра, и у нас была такая услуга, брачный психологический контракт, где пары, которые уже пожившие, приходили к нам на консультацию, мы говорили, а давайте попробуем составить этот контракт. Это было очень интересное действие. Например, туда вносились такие положения, как, где мы отдыхаем по субботам и воскресеньям, разрешаем ли мы тёще или свекрови приезжать к нам в гости без звонка. То есть там было очень много пунктов. И предусмотреть заранее, в принципе, наверное, всё невозможно. Но такой пункт, кто выносит мусор на ведро, я думаю, что можно. Кто ходит в магазин, можно. Как воспитываем детей, можно. Как мы относимся к измене, можно. Чем мы питаемся мясом или вегетарианской пищей, можно. То есть то, что является на самом деле причиной конфликта. Причиной конфликта очень часто. Наталья, что вы скажете? Брачный договор и медиация. Вот то, что говорит Людмила, это всё можно в медиативное соглашение записать. Оно не будет носить правового характера, потому что у нас есть ряд медиативных соглашений, которые можно принудительно исполнить как решение суда. Но если мы говорим о таких соглашениях, то оно может исполняться только добровольно. Естественно, каких-то правовых механизмов, понуждения к исполнению нет. Но я заметила, даже по тем правилам, которые в медиации стороны договариваются соблюдать, они им следуют, если они сами договорились. Это очень действенно. Мы даже прописываем. Вот у нас ситуация, когда супруги не могут разговаривать. Нарушена коммуникация. И мы тогда начинаем с того, чтобы как-то восстановить её. Но невозможно же разговаривать. И прописываем правила, каким хотят они следовать, каждый из них. И вот это очень действует, когда они забывают. Распечатываешь и вот так вот на стол. И сразу меняется ситуация. Если действует медиативное соглашение, почему не будет действовать брачный договор? Кстати, ещё одна тема очень важная. Это трудовые споры. Медиаторы имеют к этому какое-то отношение? Приходилось в вашей практике? Были такие истории? Попытки были, я скажу так. Но трудовой спор, у него особенность, что это отношение всё-таки власти и подчинения. Как правило, горизонтальных споров между работниками, это же не трудовой. Трудовой, это когда наниматель и работник. Так вот, в этом случае, это нужно, чтобы был такой прогрессивный наниматель, который готов разговаривать с работником. На данный момент вы пока с этим не сталкивались. Я знаю, что такие случаи есть, но они не очень частые. Но медиаторы готовы к решению трудовых споров. Ну что ж, а пока, дорогие друзья, подобными спорами занимается наш профсоюз. Как помогает сегодня профсоюз решать трудовые споры, расскажет Екатерина Филипцова. Она у нас на связи. Это юрист, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы рады вас слышать. Расскажите, пожалуйста, с какими вопросами наши граждане могут обращаться сегодня в такие профсоюзные комиссии по трудовым спорам? Ну, прежде всего, граждане могут к нам обращаться по трудовым спорам. То есть это непосредственно те вопросы, которые у работников, у нанимателей возникают в процессе их трудовой деятельности. Но вместе с тем мы оказываем помощь и гражданам в разъяснении гражданского законодательства, жилищного законодательства. Скажите, вот когда появляются какие-то проблемы в трудовых отношениях, вот как конкретно профсоюз помогает решать такие спорные вопросы? В чем заключается эта помощь? Прежде всего, мы начинаем с консультативной помощи. То есть изначально важно понять и выслушать обе стороны. Потому как у нас есть сторона работника и сторона нанимателя. И, безусловно, нужно выслушать позицию одной-второй стороны и начинаем с консультации. В дальнейшем разъясняем нормы законодательства. При необходимости, конечно, и оказываем так называемую правовую помощь под ключ, когда работнику помимо консультации составляются документы и до представления его интереса в суде, если не удалось разрешить ситуацию в досудебном порядке. Часто удается помочь? Удается помочь часто, потому как мы нацелены на то, чтобы сесть со сторонами за стол переговоров. Зачастую стороны где-то друг друга недопоняли, где-то недочитали норму законодательства. Удается убедить, как нанимателя где-то пересмотреть свое решение. В то же время удается и работнику разъяснить о том, что некоторые его требования, как он считает, необоснованные. Екатерина, скажите, вот ваш главный совет зрителям, как избегать конфликтов на работе? Мой главный совет, прежде всего, для работника, это знать свои должностные обязанности и следовать им. А для нанимателя, безусловно, это разговаривать со своими работниками. И все-таки диалог, я считаю, это самый главный залог разрешения конфликта. Спасибо. Конструктивный диалог, я бы сказала. Спасибо вам большое, Екатерина, за эти советы, за эту информацию. Дорогие друзья, у нас осталась буквально одна минута. Есть очень важный вопрос, к чему, в принципе, сегодня и говорим, зачем об этом. Я знаю, что существуют какие-то стратегии, не то примирения, не то разрешения конфликта. Людмила, вот даже я попрошу, наверное, показать, у нас есть слайд, и прокомментировать его. Что это за стратегии, какая из них эффективнее? Скажем так, в двух словах, как все-таки разрешать конфликты? Вот эти все стратегии, соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание приспособлений, это концентрированный опыт людей, общества. Все эти стратегии имеют право быть. Но здесь разговор идет о чем? О том, чтобы быть гибкими, гибкими и понимать, где какая стратегия должна работать. И не пользоваться только одной. Когда человек использует только одну стратегию, то очень часто он проигрывает во многих случаях. Ну, это как-то так. Ну, я поняла лишь одно, что эта тема заслуживает еще одной передачи. Да, мы только-только, что называется, разошлись. Но что мне нравится, конфликта у нас не возникло. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Дорогие друзья, давайте жить дружно. Я думаю, что называется, совет нашим зрителям, как не доводить ситуацию до абсурдного конфликта. Коротко, если можно. Как моя бабушка говорила, промолчишь, как в саду просидишь. Наталья. Не забывайте, что если я имею право на свою точку зрения, то и другой человек точно так же имеет право на свою точку зрения. Спасибо. Ну, надеюсь, советы нашей программы, дорогие друзья, помогут вам где-то разобраться в себе. Ну, в любом случае, мне кажется, пятница с психологом, а сегодня их у нас было два, должны действительно нам помочь и сделать эти выходные какими-то такими спокойными, уравновешенными, настоящими. Это был еще один добрый вечер, Гомельс, Наталья Волынец. И до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»